Друзья, всем привет! Спасибо, что зашли на канал. Сегодня с чатом GPT будем писать прибыльную торговую стратегию, но изменим подход. Также сейчас на экране вы видите один из наших проектов. Это автоматическое размещение P2P ордера. И подобные проекты могут вам сэкономить время и быть впереди ваших конкурентов. Возвращаясь к видео, ранее я делал подобный контент, но сегодня, как я говорил, изменим подход. То есть чат GPT будет больше не писать код, а будет скорее в роли финансового аналитика и поможет мне выбрать прибыльную торговую стратегию, более безопасную. И также мы изменим подход в том, что ранее я тестировал стратегию в реальной торговле с промежутком в пару дней, что достаточно неэффективно. И сегодня мы будем тестировать на истории. То есть мы возьмем свечи за год и делаем бэктестинг. Посмотрим, насколько эффективна данная стратегия на истории. Также, если вы хотите научиться писать торговые алгоритмы, ботов, скринеры, то вы можете связаться со мной в Telegram и записаться на наше платное обучение. Там мы с полного нуля доводим до самостоятельного написания подобных проектов. Там обязательно затрагиваем и бэктестинг, и торговлю, и базы рынка. То есть с полного нуля. И всем приятного просмотра. Так, давайте спросим GPT какую-нибудь комбинацию базовых индикаторов, которые мы можем совместить и получать какую-то прибыльную стратегию. Делаем просто запрос, как обычно. Так, GPT нам выдает пять вариантов. И теперь мы можем какой-то выбрать. RSI и среднескользящие мы уже пробовали. Но мы не пробовали их тестить на истории. Но давайте сегодня выберем что-то другое. Я сделал вот такой вот запрос. И получил несколько вариантов. И первый из них это Bollinger Bands, ATR и VVAP. Да, то есть VVAP для определения средних уровней, средней цены. ATR для измерения волатильности на рынке сейчас. И Bollinger Bands с отклонением от средней цены за последние там N-свичей. Также он предлагает подход к программированию, как мы это можем реализовать. Другие варианты это GRID BOTы, где будет раскидываться сетка с ордерами. Кстати, тоже интересный вариант. Возможно его опробуем, если. Если видео вам понравится. Я бы в рамках видео протестировал, да. То есть GRID BOTа на истории. Посмотрел, насколько это профитно. Ну и стратегия пробоя уровня. Она чуть сложнее будет в реализации. Поэтому в рамках видео реализовывать ее не будем. В принципе, мне нравится первый вариант. Можем взять его. Далее запрос делаю с просьбой написать эти три индикатора в питоне. Запрашиваю, какие данные нужно нам указывать. Какие данные выдает нам каждый индикатор. И GPT выдает три функции. Также описывает стратегию, когда мы входим, когда выходим. Но к коду пока рано. Нам нужно взять исторические данные с какой-нибудь биржи. Исторические данные мы можем получить, например, с Binance. Написав Binance Data и первая ссылка. И здесь мы выбираем, какой тип данных нам нужен для истории. Например, здесь у нас есть свечи, которые нам и нужны. Трейды, аккоренированные трейды. Но, например, истории стакана здесь нет. То есть для фьючерсов или спота мы не сможем нормально протестировать какую-то нашу стратегию со стаканом. Но, например, на Bybit в истории, там мы можем взять историю стакана. Но для данной стратегии нам нужны только свечи. Давайте возьмем свечи спота. По тикеру, например, эфир. Здесь укажем интервал. Пусть это будет пятиминутка. И укажем, давайте, например, с января 2023 года до текущего января 2024 года. То есть у нас будет история за один год. Здесь указаны данные, в каком формате мы их будем получать. По столбикам. Где у нас там Open Price, где High Price и так далее. Теперь просто скачиваем наши данные. После того, как мы скачали архив с файлом, здесь у нас вот есть файл, там вся дата. Мы просто перекидываем в наш проект. Я создал папку дата, где у нас это будет все храниться. Файл выглядит примерно вот так. Здесь у нас написано, что в каждом столбике содержится. И теперь можем приступать. Для бэктестинга будем использовать библиотеку и сервис BackTrader. И здесь у нас в Quick Start Guide есть вся информация. Также, если вы хотите в этом подробнее разобраться, чтобы самостоятельно реализовывать бэктестинг любых стратегий, то вы можете записаться на наше платное обучение. Там мы обязательно говорим о бэктестинге, о разных стратегиях. И вы сами сможете реализовывать подобный бэктестинг. Отсюда мы возьмем просто как паттерн вот этот код. Вставляем. И теперь нам нужно указать нашу информацию и наши импорты. Нам понадобятся только вот эти импорты. Теперь давайте создадим отдельный файл с индикаторами. И ставим то, что нам дал GPT. Также в индикатор добавим импорты. И посмотрите, здесь мы сделали класс для каждого индикатора. И также хотел бы сказать, что у нас в BackTrader есть свои индикаторы встроенные, где нам их не нужно прописывать. Но там не все индикаторы и с ними не всегда удобно работать. Поэтому мы можем прописать свои индикаторы, да, кастомные, грубо говоря. И просто прогнать через них исторические данные, да. То есть тогда нас ничего не сковывает. И мы можем использовать любые абсолютно индикаторы, а не только те, которые есть в BackTrader. Итак, мы для каждого прописываем свой класс, указываем ему настройки. И обязательно указываем, что у нас это BackTesting индикатор, да, чтобы мы могли взаимодействовать с BackTesting. Сама стратегия у нас будет в Main, но нам также нужно сделать импорты из индикаторов. Итак, мы сделали импорт наших индикаторов. И теперь нам нужно менять нашу тест-стратеджи, так как у нас это паттерн просто. Вкратце расскажу, значит, функция Next, как раз-таки наша основная, она будет перебирать все наши исторические свечи по очереди, да, то есть с самого начала. И прогонять через наши индикаторы. Функция Stop, она активируется в самом конце, когда мы уже прошли все свечи. Notify Trades, это скорее больше для логов, как и Notify Order. Они нам будут просто сообщать в логах, когда мы делаем сделку. Инициализация наших индикаторов и функция для логов. Ну и параметры, которые мы задаем для индикаторов при развертывании нашего класса. Наша основная функция Main, в которой мы будем все это запускать. Вкратце расскажу, значит, это наш основной клиент, через который мы будем все делать. Здесь мы добавляем нашу стратегию. Можем вот это указывать, можем не указывать. Это если мы хотим перебрать несколько значений определенного индикатора, да, то есть от 10 до 31. То есть, например, мы берем RSI и ставим, например, условия покупки от 30. Если мы здесь, например, бы указали от 30 до 50, то мы бы перебирали стратегию со значениями от 30 до 50. То есть мы вот 20 раз пробегались по всем свечам и смотрели, когда мы будем покупать и где бы оказывало значение лучше, да, там. Или, например, длину RSI того же бы мы смотрели. То есть можем перебирать несколько числовых значений для разных индикаторов. Здесь мы просто подгружаем файл, из которого мы будем брать данные. Здесь у нас берется из какие-то Yahoo Finance. Это у нас не крипта. Так как это у нас паттерн, да, то мы просто смотрим, что мы здесь делаем. Здесь мы подгружаем все свечи в нашу дату. Здесь мы добавляем наши свечи. И здесь мы просто устанавливаем наш бюджет, наш начальный капитал. Данная строка регулирует количество позиций, которые мы открываем. То есть в данном случае, если мы будем торговать эфир, то у нас бы открылась сделка на 10 эфира. То есть у нас все сделки будут стабильно открываться на 10 эфира. Это мы берем. Мы будем подсчитывать конкретно функции Next, насколько мы будем открываться. А здесь мы указываем комиссию, которая у нас будет. Так как у каждой биржи есть своя комиссия определенная. Чтобы максимально четко посмотреть прибыльность стратегии, мы будем указывать комиссию. Здесь просто идет запуск нашего клиента. Здесь указывается максимальное количество процессоров, которые мы будем использовать, потоков, через которые мы будем это все считать. Чем больше мы укажем, тем оно быстрее будет считать. Но главное в рамках нашего процессора. Я переписал нашу стратегию сюда. Она будет выглядеть вот примерно так. Значит, параметры, которые мы передаем. Наши Bollinger, значит, ATR, как и функции паттерна у нас здесь будут логи. Инициализация. Здесь мы делаем инциализацию трех наших индикаторов. И передаем все нужные параметры для индикаторов. Также NotifyOrder для логов. NotifyTrade. Функция Next, которая будет перебирать. И в которой здесь у нас будут условия входа и выхода, соответственно. Чтобы подробнее объяснить наши условия входа и выхода, я задал GPT вопрос. Как бы это понятно объяснить? И он написал нашего условия входа по каждому индикатору понятным языком. То есть где у нас перейдут перепроданность, перекупленность, как работает Bollinger и ATR. То есть мы смотрим на снижение волатильности, перепроданность и отклонение от средней цены. Ну и аналогично для Sell. Для ордеров у нас указано значение 004, но мы сейчас это еще поменяем. Будем смотреть текущую цену закрытия и считать относительно нашего бюджета, который мы зададим в нашей функции Main. Так, прописали нашу основную функцию Main. Здесь мы также добавили нашу просто стратегию. Пока никакие данные перебирать не будем. Разные числовые значения. Просто укажем нашу стратегию с уже заданными параметрами. А здесь указываем нашу комиссию. Сейчас покажу в документации, чтобы это было понятно все. Вот, то есть в бэктрейдере, если мы хотим указать 0,5%, то мы указываем на 2 нуля больше. Поэтому здесь у нас комиссия будет 0,1%. Здесь просто подгружаем наши данные из CSV файла и из марки даты, которую мы уже установили. Здесь указываем, с какого периода мы берем. И здесь важный момент, что у нас нужно конвертировать время, которое у нас в дате. То есть здесь у нас Unix Time. А нам нужно конвертировать в обычный формат времени. Так просто нужно для бэктестинга. Здесь указываем, что у нас хранится в столбиках. Где у нас какие данные. То есть у нас Open Time, Open, High. И также отчет идет с нуля. Начальный бюджет давайте укажем 1000 для наглядности. От Sizer, я думаю, можем убрать. Так как мы для каждого ордера будем считать максимально. И здесь мы будем выводить график. Теперь нам нужно добавить в наши ордера, чтобы рассчитывалось на полную нашу стоимость. Теперь для расчета давайте попробуем вот так. Так как у нас указан наш бюджет в 1000 долларов. То здесь мы будем брать значение наше GetCash. И будем рассчитывать относительно последней нашей цены. А для продажи мы будем просто брать количество позиций, которые у нас есть, и продавать. Также у нас условие, что если мы в позиции, то мы снова в позицию не заходим, чтобы не открывать несколько сделок. А ждем, когда у нас будет выход. Так, вроде бы все готово. У меня тут была небольшая проблема с библиотеками, но все налажено. Теперь можем протестировать. Так, видно сразу сделки как-то не пошли. Сейчас будем смотреть, в чем ошибочка была. То есть мы здесь видим наши три индикатора, которые мы анализировали, но не видим сделок. Вероятно, что-то здесь сделано не так. Так, вот теперь поправил. Здесь была ошибка в количестве, что нам не хватало. Я здесь добавил округление до двух знаков. И отнимаю теперь 0,1 эфира, чтобы нам точно на все хватало. Это можно теперь убрать. И давайте запустим. Здесь отображаются, значит, сделки у нас. Красненькая – это, значит, в убыток. Ну и синенькие, соответственно, в прибыль были закрыты. Значит, синим отображаются все наши монеты. То есть с учетом того, что у нас в сделке красная, у нас отображает свободный бюджет, которым мы можем распоряжаться для сделок. Как я и говорил, три индикатора. Здесь цены. И мы можем приблизить, посмотреть. И, да, вот первая сделка у нас была вот здесь. Видим, здесь мы открылись и закрылись вот примерно по таким же ценам. Ну и закрыли сделку в минус. То есть здесь у нас совпало условие по всем индикаторам. Соответственно, мы и зашли. Теперь смотрим. Во-первых, подмечу, что у нас конечные значения в плюсе. То есть за историю за год мы заработали с 1000 долларов 97. То есть это около 10%. 9,7%, да. В принципе, это маловато. Да, за год, если учитывать. Так как если сравнивать, что мы просто могли бы положить какие-нибудь USDT, да, в стейкинг какой-нибудь и заработать примерно столько же. Поэтому это достаточно мало, но это как минимум в плюс. То есть у нас за год всего было 4 сделки, 3 из которых прибыльные. Также давайте посмотрим каждую. Ну, то есть видим, да, где у нас были входы, как мы выходили. Давайте попробуем, значит, убрать условие, что если мы в позицию, то мы больше в позицию не входим. Уберем это условие и будем смотреть только на случай, когда мы выходим или заходим в позицию. То есть только на наши условия входа и выхода. Сюда добавим еще условие, что если у нас self-position size равен 0, то мы не продаем. Ну, грубо говоря, у нас будет такая торговля на споте больше. В случае сигнала в лонг мы будем покупать 1,5 нашей части. А в случае продажи мы будем продавать всю позицию. Давайте попробуем так. Ситуация у нас, в принципе, по сделкам точно такая же. Но стало хуже в том плане, что у нас количество позиций открывается теперь каждый раз меньше. Поэтому, в принципе, смысла нету так делать. Но сейчас посмотрим, как можно еще оптимизировать это. Давайте попробуем сменить параметры. Поставим место ball period 10, ball def 1,5 и athera period 10. Посмотрим, как изменятся наши сигналы. Давайте вернем условие, что если мы в позицию, то мы заново в позицию не входим. И также поменяем параметры на менее строгие. Поставим ball period 10, ball def 1,5 и athera period 10. Пробуем запустить. Теперь видим, что у нас сделок стало больше, но мы закрылись в минус 7 долларов. То есть почти в ноль. Поэтому лучше не такие использовать параметры. Поэтому, если сравнить с предыдущим результатом, то лучше использовать более строгие параметры. Давайте пробуем еще с менее строгим условием входа. Здесь у нас соблюдается только один вариант входа. То есть если у нас есть сигнал по VWAP или по Bollinger, то мы входим в позицию. То есть теперь у нас должно быть, по идее, очень много входов, а выходы должны быть такие же. Но параметры давайте вернем, которые у нас были. Так, теперь смотрим, что у нас также плюс 7,5%. И достаточно много сделок мы закрыли в плюс. Но видим, что у нас, то есть мы сделки закрывали в плюс, когда был график восходящий. Когда был такой более боковик, мы закрывали их как раз таки в минус. То есть эта стратегия бы работала, если бы тренд был восходящий. Но это не универсальная стратегия, чтобы торговать в любую фазу рынка. То есть можно улавливать, например, если у нас... Посмотрите, здесь у нас 3, 6, 8. 8 сделок подряд закрыты в плюс. Далее у нас идут минусовая, прибыльная и все. Все остальные минусовые. Если мы, например, улавливаем 2 минусовые, то мы проверяем фазу рынка, смотрим тренд. Или делаем какую-то проверку боковика. И в случае боковика мы, например, отключаем данного бота. То есть у нас может быть несколько стратегий, как мы будем торговать. И в определенной фазе рынка определенных ботов можно отключать, причем делать автоматически. То есть да, еще подмечу, что это у нас, значит, прибыль, то есть чистая, то есть 7,5%. То есть, например, можно же использовать и большие плечи, но это гораздо более рискованный вариант. Посмотрите, я здесь добавил, у нас было ОР-условие, то есть один из двух индикаторов, если дает сигнал, то мы входим. Я добавил условие, чтобы только эти два давали сигнал, и мы по ним ходили. И у нас вышла прибыль в 16%, что достаточно неплохо, что в принципе уже может подходить на минимальную стратегию торговую. Если мы за год зарабатываем 16%, это чистые прибыли без учета плечей каких-либо, то в принципе, если добавить к этому какое-нибудь десятое плечо, что, конечно же, рискованно, но в теории так можно сделать. То есть видим, что у нас стратегия плюс-минус стабильная. То есть вначале мы закрываем сделку в минус, и здесь уже следующая сделка в плюс. Потом долго не было сделок, и здесь уже первую сделку мы очень хорошо закрываем здесь в плюс. Ну и далее просто боковик торгуется достаточно хорошо, да, то есть две минусовые сделки из семи, что в принципе неплохо, да, и тут еще вот одна незакрытая, которая уже неплохой вход есть. То в принципе неплохо, неплохо. Также эти стратегии можно пробовать на каких-то часовых таймфреймах, также, то есть мы сегодня тестировали на пятиминутке, можно это тестировать на минутке попробовать, а там сигналы не будут менее такие уверенные, так как и минутные свечи. Если попробовать использовать на часовых таймфреймах, это вот тоже было бы интересно. Вы можете в комментариях написать идею, да, то есть для тестов, какие индикаторы может использовать, или какой таймфрейм лучше, и опробуем уже с какими-то новыми параметрами, индикаторами, то есть если вам понравится, там наберем 50 лайков, то запишу что-нибудь еще похожее. Также помните, что сейчас проходит набор на второй поток обучения у нас, где мы с нуля разбираем базы рынка, программирование, и доводим до результата, когда вы можете полноценно сами писать большие проекты, торговых ботов, скринеры, и где вы сможете полностью разбираться в документации централизованных бирж. Если вы в этом деле новичок, или у вас мало свободного времени, то в любом случае мы будем подстраиваться под всех, и выбирать даты для созвонов, для уроков, удобные всем. Также у вас будет доступ всегда к видео, записанным во время обучения, также у вас будут записи всех лекций, консультации, это всегда у вас будет под рукой. То есть вы всегда сможете все пересмотреть, изучить, если что-то не поняли. Поток рассчитан на 2 месяца, не так давно мы закончили первый поток, поэтому сейчас идет набор на второй. Вы можете связаться со мной в Телеграме и записаться. Также, если вам нужен какой-то торговый алгоритм, также можете заказать у нас проект. Всем спасибо за просмотр, всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!